друзья здравствуйте вы видите страдающего в массажном кресле сергея и страдал тут совсем у нас очень интенсивно идут в офисе интервью и на позицию сисадмина и на офисную позицию и очень интересные люди бывают да так да очень интересные есть как бы хорошие кандидаты сергей больше конечно там технических гоняет но когда приходят люди в офис но это местные все снова приходят люди в офис а иногда в skype на офисную позицию мы тоже все с ними разговариваем коллектив небольшое одна семья поэтому ну да небольшой коллектив и как бы мы все очень завязаны друг на друга и один человек который как бы не в дугу может очень сильно испортить как бы состояние атмосферу как бы и так далее то это есть такое нас бывало такое вот как бы подрывает как бы основу поэтому мы в общем-то в немножко переборчивый в этом смысле тоже то есть нам хочется чтоб человек не просто умел что-то делать но чтобы как-то с ним было приятно как я уже говорил человеком был с большой буквы сюда у нас все с большой буквы но надо этот раз очень большой вот ну чем мы определились как-то ну более-менее да я думаю да у нас был хороший опыт надо сказать в офисе когда у нас муж женой работали двое вот как раз админ и как раз вот ну не на этой позиции прямо не не на них не да но близко к этому офисная была позиция были муж женой они оба работали и очень хорошее впечатление нас у всех с тех пор остались и вот сейчас получается тоже что мы тяжело выбирали потому что были люди которые прям совсем вот у нас тут можно сказать в городе живут да или там совсем близко подъехать и очень приличные были ребята которые могли бы подъехать из других штатов и вот так мы фактически выбор трудный и тяжелый и не было как как-то таких подавляющих как бы преимуществом кандидатов хотя были например люди то что называется over qualified и мы понимали что может быть чек согласен там сил каких-то обстоятельств но 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 просто мы мы не можем ему дать то что надо было бы дать то есть человек будет все равно недовольным и в общем ну ну как то вот не да выбирая одного мы же не говорим про то что другие какие-то не такие или плохие нет нет очень хорошо мы просто же по выбираем людей как бы сотрудников под специфику нашей работы выбор был тяжелым я вот думаю что ни одному менеджеру рекрутеры столько не накидают вот сколько мы как-то через наш канал я чувствовал себя даже неудобно знаешь еще очень много людей из-за границы обращались да вот и ну 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 что делать когда нам нужно срочно раз второе нам нужно чтобы все-таки он чего-то знал я когда оппозицию описывал я может быть там упростил вот на самом на самом деле там довольно много чего надо вот чего надо вот такого что не очевидно иметь ввиду пойти войти сфере я уже говорил да что это поскольку админ здесь один а локальная сеть как бы вот имеет практически полный набор здесь надо быть как бы знакомыми с виртуализацией и сетями уметь разбираться маршрутизация виртуальные сети виланы и так далее надо быть работать с SQL базами уметь SQL запросы писать а для чего вот что у нас такое за задачи чтобы запросы писать вот админ вот смотрите во первых студенты постоянно изучает Oracle базу данных да и бывает что у них что-то не получается они приходят и спрашивают кого админа нет потому что преподаватель не всегда может ответить я согласен но это как бы помочь это про это проще задача сложнее задача потому что у нас есть система учета студентов в которой мы ведем все данные и она работает с SQL базой она купленная да она купленная она на Microsoft SQL сервере стоит я не знаю какой там сервер я подключаюсь как он не показывает никакой системе но я подозреваю что это все-таки оракловская система но вопрос в том что эта система умеет генерировать и отчеты определенного раза но это настолько кривая система отчетность что довольно таки часто приходится писать специфические репорты то есть через тот интерфейс который там дается сделать то что надо не получается да очень часто приходится руками выбирать из базы данных это Светлана в основном репорты заказывают да да вот для ее какие-то задачи какие-то запрашивают финансовые какие-то еще может в офисе даже у нас еще проверки всякие к нам же приходят комиссии комиссии говорят дайте за это дайте за то и почему и в офисе даже вот Наталья бывает спрашивает какой-то надо выборку какую-то сделать специфичку студенту группу или софии да когда одеты там ой мама родная что начинается да то есть вот в нашем конкретном офисе надо еще вот там писать запрос хорошо да это надо уметь делать помимо всего что там еще я уже не помню с веб сайтами надо быть как бы хорошо знакомым поддерживать допустим уметь работать а мы на самом деле вы же еще и создаете сайты тоже у нас на самом деле много надо уметь с этим работать надо уметь создавать речь не идет каких-то так супер сложных но какую-то какие-то вещи надо уметь делать поковыряться в коде в сессе с телефоне айпи да да ну в принципе да тут как бы более проще потому что у нас все настроено но иметь понятие как это работает как минимум тоже надо иметь то есть вообще круг круг обязанностей или круг знаний скажем довольно таки широкий надо быть везде если сравнить допустим сказать вот вы где жили перед приездом в киеве вот допустим взять там небольшой бизнес там размера нашего там допустим 10-15 человек у нас больше задачи чем скажем в таком нормальном бизнесе который может быть торгует чем-то или там может производит чего помел я бы не сказал что больше там другие задачи там тоже есть системы какие-то которые по учету и так далее но также сами использователи есть сети есть базы данных просто можно систему учета какие-то другие там может быть один ски какие-то есть которые требуют админиции надо тоже базы данных то есть набор как бы плюс-минус одинаковые но задачи вернее ну как задачи у задач разные но вот я могу сказать что те резюме которые приходили я в основном их сергею сбрасывал то они приходили на меня я дальше сбрасывал но я посмотрел и я хочу сказать что насколько сильно разнится опыт людей как вот который год я админ и при этом один там где-нибудь там на телестудии работает и админит что-то там связанное с ну вот что там на видеостудии бывает там другой там на заводе 8000 сотрудников 3 там где-то я не знаю там купи-продай что-то или там бывает направленность более узкая человек он может обменить допустим мы допустим все работает в команде да в команду отделе подразделение то он же не будет заниматься всем все все и типовые структуры подразделения не будут какое-то направление допустим сети он занимается сети при этом он знает где-то там немножко туда туда что мотивирует человека но мы не говорим про наш офис что мотивирует человека который работает в небольшой компании админом и это не то что там их 50 админов он может расти среди других админов вот он сам по себе там админ вот что что почему он там сидит и не уходит куда-то где он мог например там скажем больше узнать как админ что держит людей в таких позициях ну во первых работа должна нравиться ну хорошо да расти тоже надо ну дело в том что у админов всегда есть скажем так направление роста ну тяжело сказать по в общем но у человека всегда если мы говорим про штаты допустим да вот если штаты взять взять бр да то допустим здесь если как бы человек хочет видеть себя админов дальнейшем ему надо расти в network в сети надо расти в линукс системы юникс системы потому что скриптинг входит обязательно об этом даже как бы это даже к это по умолчанию должен владеть админ писать скрипты хотя бы простые не говорят там сложные но но он должен понимать как это работает и уметь что-то написать то есть нельзя это на джаватом там python какой нет это идет с powershell башка вот таки да туда в ту сторону то есть системные команды которые управляют системами туда вот это уже программирование идет если мы берем джаву то это уже как бы вот или си шарп си класс класс python ruby тоже как бы идет чисто программирование тоже девелоперское направление скажем так ну да нет он просто может скажем на языке программирования делать скажем что-то вместо скриптового если мы говорим там про python но но в данном случае управление компьютерами я не думаю наверное все таки это специфика другая хорошо хорошо то есть на самом деле не требуется какого-то крутого программирования но нет 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 системный администратор ну как бы он должен по ним как бы писать его задача если он сминистратор писать скрипты но в наши случаи надо немножко уметь и пописать да еще и автоматизацию да да потому что опять же студенты опять же они изучают джаву изучает python им преподают какие-то элементы автоматизации и кому они идут ну помимо преподавателей вопрос такой что они могут идти скажут а я не в курсе они они так и пойдут они потому и идут что им отвечают наверное да но все равно жалко ну что же важно помочь хоть искренне хочется ребятам значит мы закрываем как бы в принципе вакансии я снял то видео чтобы не провоцировать больше резюме мы обе наши вакансии закрываем на данный момент и я хочу очень всех поблагодарить кто откликнулся независимо от того как она там все пошло прошло да простят нас тех кто ну да мы с одной стороны вот как бы есть как бы ощущение что мы там надежду посеяли и дальше там но оно и не могло как бы у всех сразу получиться но но во всяком случае я хочу сказать что такое как сказать так много тепла и так много заинтересованности и у меня такое ощущение что мы как-то какой-то громадные такой семье оказались в очень близких людей которые нас любят которые хотят у нас работать не то что вообще работа нужна потому что вот они конкретно к нам хорошо хотят приобщиться к процессу к нашему вот вас я помню на том что мы им как бы нравимся и это чувствуется это письма такие письма потрясающе пишут и я хочу всех всех поблагодарить вот мы все люди взрослые понимаю что есть какие-то реальности вот но я могу обещать что мы не будем ничего такого больше делать без того чтобы на канале собирать народ все все вакансии которые будут вот мы мы будем делать через канал чтобы на наши зрители имели возможность так что подписывайтесь рекомендуйте своим друзьям знакомым нет нет я не к тому я бы я если бы я знал что мы в состоянии собрать локальных достаточное количество я бы не стал может быть будоражить как бы он поймете замкнутый круг но как собрать локальных если не объявить на канал но ну нет я мог на канале сказать что только локальные но с другой стороны я думаю что бенефит побочные этого будет состоять в том что мы возьмем какое-то количество резюме и может быть просто разберем с точки зрения того как может быть подправить там или что там очень много резюме которые очень странно написаны и я думаю хорошие по содержанию но но это виду как ну вот они они может хорошие но возникает много вопросов да да понимаешь и есть которые трудно читаемые просто да есть такие что так на наляпа на как бы много как бы кусочков и все они так раз по странице размазаны как будто вот там абстрактный живопись чек писала какую-то такие тоже есть я думаю что вот мы мы как бы компенсируем так сказать эти переживания тем что сделаем что-то полезное все ребят спасибо сергей машите рукой вы наш видеоряд сегодня да я даже вставать с кресла так не хочу так удобненько все счастливо взявился счастливы ребят до свидания